приветствую вас дорогие мои подписчики и зрители моего канала сделал сам поделись с народом сегодня хочу оправдать название своего канала очередной раз и поделиться с вами как я восстановил работоспособность вот данного блендера блендер это tefal hb 715 значит накрылся медным тазом вот этот переходник снимается очень просто разбирать я еще не знаю как его разбирать потому что мне даже видел в интернете один парень разбирал крышку здесь снимал но это корпус как-то по-другому сделан здесь ни хрена не снимается ни в ту ни в ту другую сторону поэтому если кто-то может знает может подскажет я просто рассмотрелся думаю как же мне это все вытащить там надо греть перегревать там много еды ничего очень просто берете запихиваете вставляете и выдергиваете и ничего сложного в этом нету стесалось за счет того что я неправильно эксплуатировал и поэтому все у меня накрылась медным тазом если у кого-то принтера нету то в принципе я вам ссылки сброшу есть в интернете такие переходники кажется и на озоне и на валберес и кажется даже есть на алиэкспресс но посмотрю если ссылки есть я в этом случае найду ссылки вам сброшу внизу чтобы вы долго не учились и могли приобрести ну цена вопроса тоже там от 300 до 400 до 400 чем-то рублей значит печатать я буду pg разрабатывать у фрикаде а печатать на принтере а не кубик не оставить а не кубик 2 него так что сейчас заходим у фрикад и я вам это все продемонстрирую и затем уже расскажу мои мой этап восстановления мои этапы восстановления данного блендера возможно кому-то это будет даже интересно и полезно так что приступим итак продолжаем зашел я фрикад фрикаде при помощи скетчера сделал скетч вот такой при помощи вот этого инструмента создать линию по точкам затем при помощи вот этого инструмента это вращение сделал болванку а болванки уже вырезал вот с этой стороны шипы и с обратной стороны вырезал посадочное место которое девается на вал как это все делать я еще раз не буду вам рассказывать потому что я мания мастер в африкаде я только учусь ну а так кратко ну поделиться поэтому еще не судите строго и все диванные мастера не надо умничать дальше так вот посадка на вал вот так я вырезал тоже при помощи вот этой дуги и линии соединил и вырезал тоже сложно абсолютно ничего нету ну конечно если хоть что-то делаешь затем с этой стороны вырезала такое нанес отверстие 6 миллиметров я его вырезал и потом сделал шип вот такой шип взял шип и снова тоже при помощи вот этого инструмента это карман я его вырезал этот шип затем при помощи инструмента круговой массив вот он круговой массив здесь указываешь количество и получаешь вот эти все шипы которые здесь есть например даже если сделать опять будет 5 эти 2 да ёлки-палки будет 2 ну у меня 6 поэтому я сделал 6 можно 8 так что шипов можно нарисовать сколько угодно интересная штуковина так ясно зашел все и получилось у меня вот такое его изделие вот такой переходничок дальше это все украшательство то есть зализывание все этих углов потом вот эти все углы зализывается но при печати они сильно-то и не видны так что это кажется на вкус и цветового решения хотите делать и хотите не делайте я сделал так теперь я пошел и загрузил уже слайсер и загрузил это изделие в слайсер затем настройки сделал печати значит настройки принтера вот такие у меня пользовательский код установил наконец-то я и но мне все равно не работает вот эти выключение экструдера и стала вновь после окончания печати не хочет срабатывать так ну экструдер у меня вот такие настройки так настройки прутка профиль прутка так 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 но цвет это без разницы цена это все тоже без разницы первый слой 240 240 и 180 охлаждение 50 скорость на мостах 100 вот такая тоже вполне достаточно работает здесь ясно здесь тоже понятно здесь вот такие настройки теперь что касается печати слои 0202 сплошных слоев вот столько 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 дальше заполнение я послал 60 процента потому что нагрузки большая поставившись одно уже было 100 но могу сказать что работает я уже собираю ролик потому что я уже его испытал проверил уже перемолол и печенку молол и зелень мелом все работает работает так юбка вот такие настройки sky мой поддержки но поддержка мне обыкновенная но не органическая это я тут аккуратная здесь органическая поддержка не нужно так скорость вот такая у меня скорость но все остальное не важно все и нарезать нарезал получилось у меня вот такая нарезка и теперь выгружаем это все на карту памяти загружаем в принтер и приступаем печати то что разработал в африкаде печатаю насколько оно подойдет посмотрите потому что я так понял что пластик дает усадку и немножечко не соответствует размеры ну надо будет разбираться ну как говорится опыт сын ошибок трудных так что с опытом придет и понимание этих всех усадок ну все стол подъехал отдирай и небольшая сопля осталось ай оба на проверяем ну все напечатал я вот видите одну же установил сейчас покажу вам значит то что у меня было поломатое эти чуть-чуть это у меня самый первый вариант то что я вам говорил что диаметр должен быть чуть-чуть побольше это я сделал именно конкретно под 5 но он напечатался не 5 он все-таки напечатался меньше вот если посмотреть то получается видите 457 хотя можно конечно было чуть расточить но я и здесь лоханулся и сделал немножечко размер другой это уже как говорится ближе к телу это уже ближе к телу и продемонстрирую и он даже он даже сюда одевается видите одевается но он не держится на валу который находится все мы устройстве с двигателем поэтому я это оставил а это чуть-чуть уменьшил так что с первого раза не все получается и последний вариант который у меня это вот я сюда его уже установил стало работоспособное устройство вот видите все стоит и все функционирует сейчас даже попробую продемонстрировать правда на пустую но какая разница работает не работает ничего не сажала ну посмотрим конечно по нагрузка как она пойдет так что если какие-то будет косяки я вам чуть чуть попозже расскажу ну теперь уже окончательно подведем итог а то я уже несколько раз подводил итог и все переделал ролик чтобы донести до вас реальную информацию они просто от балды значит тот последний который я сделал и вам показывал вот что с него случилось но тоже вот это все разломано это я разломал когда вытаскивал оттуда поэтому это не является как говорится то что она она не поломалась она стояла как стояла мертво стояла а вот внутри вот это раздолбалась но раздолбалась она по причине той что когда я пользовался блендером то все было отлично ну а женщине сами знаете хочешь что нибудь сломать дай женщине она это все добросовестно угробит это не всех касается ну в большинстве своим так вот она как включила блендер шует loom а мотор то греется вал греется здесь коллекторный мотор стоит и он греется обдува никакого нету и понятно что он немножечко размягчился вот это вся эта конструкция и понятно что здесь все это раздолбалось насадкой там была насадка для венчика то что получилось а вот родной который стоял здесь все-таки наверно сделано с какого-то плавкого пластика поэтому этот работает немного по понадежнее это же я переделал я сначала он был на вот такой но я показывал вам я решил его утолщить но это принципе ничего не даст если нагреется все равно он поплывет поэтому если у кого есть принтер то принципе ничего страшного нету ну нагрелся развалился выбросили новые напечатали если спокойно печатать дать и давайте остыть то он работать будет сто раз если конечно включить и ждать и ждать и ждать и ждать там минут по двадцать его крутит и понятно что он нагреется и развалится что произошло мне с этим так что как то так что еще сказать да в принципе все что я хотел сказать так что делайте выводы ну а если кто у кого нету принтера то ссылки внизу будут на вот такое устройство можете зайти на алиэкспресс заказать и купить или даже можете как-то можно найти на озоне и на вами на валберес все на этом буду заканчивать кому полезная информация палец вверх кому нет ставьте палец вниз пишите свои комментарии всем мира добра здоровья до новых встреч на моем канале до новых встреч на канале